Добрый вечер, друзья! Сегодня очередная серия технического видео, которая будет носить немножечко рекламный характер. Рекламное название будет называться Почему эмуляторы катализаторов Spyder CE это лучшее из того, что вы можете купить за деньги вообще вот из этой категории электронной продукции. Компания Mobile Electronics выпускает два вида эмуляторов всего. Маленький, но по 40, и большой, но по 80. Грубо говоря, это одноканальный эмулятор, и это двухканальный эмулятор-катализатор. Вот. Чтобы они создавали нормальный фон для автофокуса, мы их вот нажмем и повесим тут. На магнитиках. Видно? Эмуляторы-катализаторы выпускаются в нашей компании с 2000, дай бог памяти, с 2006 года, то есть уже получается 12 лет. Определенный опыт в этой области мы, естественно, наработали. Подключали эмуляторы, ну, наверное, полтысячи типов автомобилей уже насобирать можно. В одной только базе знаний у нас содержатся их где-то 3,5 сотни примеров, фрагментов схем с отметками о точках подключения и фотографии реальной установки. Маленький, но по 40, больший, но по 80. Одноканальный эмулятор-катализатор. При необходимости обновить прошивку или произвести какую-то настройку, подключение может быть сделано по... Эмулятору-компьютера может быть сделано по проводному интерфейсу. Так что-то у нас шуршит. Двуканальный эмулятор. Абсолютно идентичен, что по функционалу, что по электрическим характеристикам. Просто канала два. Провода питания плюс-минус одна пара. И в качестве... Стоит как два одноканальных, и в качестве бонуса получается бесплатный, беспроводный интерфейс. Для того, чтобы подключиться компьютером к эмулятору, достаточно просто подать питание и можно по эфиру с ним работать. Почему эти эмуляторы лучше из того, что есть на рынке? Начиная с технологического уровня, то есть сделаны исключительно на... наиболее качественной комплектовки. Тут нет электролитических конденсаторов, тут нет компонентов, у которых будет допустимый температурный диапазон рабочий был бы хуже, чем минус 40 плюс 125. То есть все эти изделия совершенно нормально чувствуют себя под капотом автомобиля. И на них дается гарантия на весь период эксплуатации. Плюс все электронные блоки герметизируются, защищаются от плаги методом окунания в специальный двухкомпонентный лак. Вот такой и такой. И дополнительно эмуляторы получают защиту от механических повреждений в виде толстенькой термоусадочной пленки и с модифицированной полиэтиленой. То есть по техническому исполнению, по технологическому, но на сегодня это лучше. По тому, как оно работает. Качественные отличия этого эмулятора от всех остальных обманов, которых на рынке пруд будет. Просто их, наверное, не делает только ремида. Здесь стоит процессор. И в одном и другом эмуляторе стоит процессор, в памяти программ которого зашита модель физических процессов, происходящих в моделизаторе. То есть это вот такая вот формула. Два десятка коэффициентов, которые вытащены в настройки эмулятора. И которые, в принципе, при необходимости можно где-то куда-то как-то крутить. Хотя я вам скажу, что в 98% случаев эмулятор просто поставили и просто забыли. Никакие настройки пользователям делать уже не надо. Почему? Потому что мы достаточно большое количество эмуляторов выпустили. У нас есть огромная статистика по тому, какие катализаторы на каких автомобилях стоят и, соответственно, каким образом они работают. С точки зрения химии они работают все практически одинаково. Там отличие в нюансах состоит в том, катализатор в одном корпусе или, допустим, разнесен в разные корпуса и лямбда стоит где-то по дороге. Ну, в остальном. Все автомобили, как говорится, одинаковые, которые с двигателем внутреннего сгорания. Горит топливо, бензин, газ с воздухом. И вот процессы практически идентичные. Но почему у нас всего два эмулятора, хотя некоторые наши конкуренты, привет им, продают там 5, 6, 7, 8, 9 типов эмуляторов на каждую машину свою. Ну, потому что у них не эмулятор, у них обманки. То есть штучка, которая где-то, как-то выпиливает сигнал, похожий на франктуру. При создании эмуляторов катализаторов Spyder вот этих вот семейств был применен принципиально иной подход. То есть подход научный. Мы разобрались, что происходит в катализаторе. Мы описали это дело формулой. Это не только и нисколько наше изобретение, это скорее результат очень длительной, методичной работы по изучению источников, в основном англоязычных. То есть мы описали математически все процессы, которые происходят в катализаторе, а дальше, уже основываясь на сигнале, который поступает с датчика кислорода после катализатора, вот такой, как он есть, мы рассчитываем процессы, происходящие в катализаторе. В частности, мы рассчитываем мгновенное содержание кислорода вот в нашем виртуальном катализаторе в каждый момент времени. И уже основываясь на содержании кислорода в виртуальном катализаторе, плюс количество остаточного кислорода в выхлопе, поступающего в этот катализатор, плюс интенсивность изменения количества кислорода в катализаторе, мы рассчитываем, что же у нас будет на выходе нашего этого самого виртуального катализатора идеального. И от этого уже считаем выходной сигнал. То есть, процесс принципиально отличается от всех остальных обманок, которые вы видите на рынке. Именно поэтому нам удалось сделать эмулятор, который, в принципе, работает на абсолютно любом автомобиле. И мы даем гарантию на весь период эксплуатации автомобиля, без ограничения времени и пробега. Двухканальный эмулятор, по сути, это два одноканальных на одной плате с одним общим источником питания и Bluetooth-интерфейсом. Работают абсолютно одинаково. Некоторые еще прелести, которые есть в этом эмуляторе, которых нет у наших конкурентов. В принципе, большинство из них люди не глупые. Они нашу продукцию изучают, пытаются сделать что-то подобное. В данном случае будет им урок, как делать правила. Может быть, они захотят так сделать. И даже смогут. Первое. Если вы хоть немножко знакомы с автоэлектрикой, вы знаете, что вход, на который поступает, вход блока управления двигателем, на который поступает сигнал датчика кислорода, он в общем виде, он в воздухе не болтается. Вот он имеет, вот у нас, чем-нибудь более красиво напишем. Вот у нас ЕЦУ, он же ЕБУ, он же. Вот у нас поступает сигнал, куда-то там, на какой-то усилитель, на АЦП. И у нас есть опорное напряжение. Обзовем его У-опорное. Которое может быть 0 вольт, 0,45 вольта, соответствующее стихиометрической смеси. 1 вольт, 3,3 вольта, 5 вольта. Электрические параметры входа, в принципе, оказывают влияние на режим работы датчика. Хотя, в принципе, лямбда-занды, они все более-менее похожи, работают по одному и тому же физическому принципу. Но есть, как говорится, нюанс. И для того, чтобы датчик кислорода после установки эмулятора работал максимально корректно, вот, у нас же вот тут вот датчик кислорода, да? При установке эмулятора мы режем вот этот вот провод. Выход остается в висящем воздухе. Ну, многие производители обманок там лепят какие-то там резисторы, куда-то. Обычный резистор на землю, порядками ГОМа. Но, а если у нас вход подперт на 0,45 вольт? Нужно колхозить эмулятор, делать там эмулятор 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. И делать целый вот такой вот зверинец разных эмуляторов. В эмуляторах серии Spyder применен принципиально другой подход. Вот здесь вот ставится процессорный наш модуль, который меряет электрические параметры опоры входа. И на лямбду выставляет точку ближе. То есть меняется импеданс и меняется напряжение опора. Вот. Этот режим по умолчанию включен, работает автоматом. Вот. И это гарантирует, использование вот такого механизма гарантирует, что лямбда будет работать в абсолютно том же самом режиме, в котором она работает без вот этого нашего маленького боку. То есть если у нас опора на 0,45 вольта, то на лямбде, на холодной будет 0,45 вольта. Не будет чего-то другого. Это обеспечивает нормальную работу алгоритмов самодиагностики, встроенных в блок управления двигателем. Поехали дальше. Многие блоки управления двигателем контролируют температуру лямбда-занда. По этой температуре эмпирически считается температура катализатора. То есть нагретый он, ненагретый. И это влияет на алгоритмы контроля работы. Ну, алгоритмы контроля экологии. Есть разные методы измерения сопротивления датчика кислорода. Но в общем случае принцип такой. Подается коротенький импульсик. Там высокого, например, напряжения. Где-то я уже когда-то это рисовал. Вот у нас с лямбды какой-то вот такой вот сигнал идет. Здесь у нас 1 вольт, например. Подаются очень-очень коротенькие импульсики, простриточки. Они могут там следовать несколько раз в секунду, раз в секунду, раз в несколько секунд. Принцип от этого не меняется. Чем сильнее прогрет датчик, тем меньше у него внутреннее сопротивление. И тем меньше вот эти вот проштыки. Для правильной работы блока управления двигателем. Обычные обманки, там резистор с конденсатором, не работают. Большинство обманок, которые есть на рынке, имеют на выходе обычную РЦ-цепочку интегрирующую. Резистор и конденсатор объемлят. Условно 10 микрофарад. При этом характер нагрузки емкостной для вот этого входа. То есть идут стропирующие импульсы. У реального датчика характер импеданса резистивный. У кривых обманок характер импеданса емкостной. На некоторых автомобилях это вызывает проблемы. Фактически то, что я сейчас говорю, это информация, которую обычно в открытом доступе никто не выкладывает. Потому что это называется научить конкурента делать нормальные эмуляторы. Но с другой стороны мы всегда были первыми и мы остаемся лучшими. Поэтому я секрета из данной информации не делаю. Хотя бы потому, что в большинстве случаев дешевле купить наши эмуляторы, если вы их используете в больших количествах дешевле, договорится, о цене, чем лепить свой отдельный вход. Положай руку на сердце. Посчитайте, поднимайте. Возвращаемся к техническим вопросам. Нужно обеспечить режиме прозрачности импеданса, чтобы блок управления двигателя мог мерять сопротивление датчика кислорода. В эмуляторах Spyder для этого реализован достаточно сложный, но совершенно безотказный механизм. Процессор меряет импеданс датчика кислорода и рулит выходным импедансом самого эмулятора. Для этого стоит 8-канальный аналоговый коммутатор, резистивная матрица и никаких конденсаторов по выходу. Это важно. Я видел где-то в прошлом году изделия наших коллег, при этом, где для импеданс прозрачности тупо влепили конденсатор керамический в 10 микрофарад между входами и выходом обманки. Ну да, метод, конечно, такой пионерско-партизанский, может где-то как-то он срабатывает, но вы же понимаете, фактически по переменке замкнули вход с выходом этого, в кавычках, эмулятора. И не поленились украсть целый абзац из нашего описания импеданс прозрачного эмулятора. Ну, в принципе, ладно, сами не могут написать. Кому ворованный хлеб плащен? Возвращаемся к техническим аспектам. Зачем нужна еще трансляция импеданса? Многие современные автомобили управляют цепью подогрева, глядя на импедансы с датчиком кислорода. То есть горячий датчик, низкое сопротивление, подогрев выключается. Холодный датчик, высокое сопротивление, подогрев включается. Поэтому обычные дешманские обманки тупо не работают. Даже резистор с конденсатором, казалось бы, мог бы там в каких-то случаях работать, но конденсатор по переменке имеет низкое сопротивление. Мозги видят горячий датчик и выключают подогрев. Зачем его греть, если он так горячий? Более того, если сопротивление очень низкое, он вообще перегреет, и нужно выключить подогрев. Поэтому, чтобы все работало так, как оно должно работать, должен быть реализован механизм прозрачности, то есть механизм, позволяющий блоку управления двигателем мерить электрические параметры датчика кислорода. То, что реализовано правильным образом, реализовано в эмуляторах от MobileWayTronX. Собственно, понятно, что процессор, который стоит в эмуляторе, может мерить электрические параметры датчика, транслировать туда, может мерить электрические параметры входа блока управления двигателем, транслировать их на датчик. Плюс у него внутри зашита адекватная, соответствующая реальной жизни модель, процессов, происходящих в катализаторе. Поэтому, в принципе, работает оно на любых автомобилях совершенно ожидаемым образом. Нормально, правильно, качественно. Если вопрос сразу, зачем настройки? Все люди разные. Все автомобили тоже имеют определенные отличия. В данном случае я говорю об отличиях в кислородной емкости катализатора. То есть, в количестве, грубо говоря, драгметалла и площади поверхности керамики, на которой происходит химическая реакция, дожига, нейтрализация отработавших газов. В среднем, по палате, оно где-то примерно одинаково. Но на этом фоне, например, выделяется Toyota, которая пошла очень правильным путем, очень правильным с точки зрения экологии. У них очень емкие катализаторы кислорода. То есть, в принципе, катализаторы, которые обеспечивают нейтрализацию выхлопа, гарантированно, даже уставший катализатор с остаточной эффективностью 80%, при работе двигателя в режиме максимальной мощности, то есть, когда машина прет какой-нибудь прицеп в гору, все равно обеспечит эффективную нейтрализацию всех выхлопов. Поэтому для автомобилей Toyota в настроечные коэффициенты относительно заводских вносятся определенный набор настроек. В обратную сторону автомобили Honda Acura имеют относительно малоемкие по кислороду катализаторы, но это компенсируется меньшей постоянной времени регулирования. То есть, гораздо быстрее подруливает блок управления двигателем смесью, чтобы, собственно говоря, не превысить токсичность, ну, не превысить допуски токсичности по выхлопам. Вот. Там какие-то параметры крутятся в какую-то другую сторону. В остальных случаях отлично работают настройки по умолчанию. Ну, собственно, на сегодня, наверное, хватит. Итак, я вас загрузил. Если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Если у вас возникнут какие-то возражения, встретимся вот там, в комментариях. Вот. Если просто специалисты компании Mobile Electronics могут быть вам чем-то полезными, они могут быть вам полезными, контакты вы найдете в комментариях. Ну, собственно, встретимся в следующей серии. Хорошего вечера.